Меня часто спрашивают ведущие телеканалы, как нам, как потребителю, защититься от этих злых маркетологов, от манипуляции рекламной в магазинах, по телевизору. И я вначале объяснял какие-то принципы маркетинговые, всем нужна фактура, всем нужны примеры, вот эта упаковка так на вас влияет, это так. Десять, двадцать, тридцать раз объяснил, а потом меня осенило, что это все ерунда, это все бисер перед свиньями. Потребитель всегда жертва, это то же самое, что, блин, прийти в темный двор и спросить гопликов, о, как вы меня будете бить, я хочу это знать, чтобы защититься от этого. Дебилизм полный. Среднестатистический маркетолог, 22-летний, узнает лучше психологию поведения потребителя, чем этот самый потребитель знает о себе. Смотри, каждый считает, что он рациональный, что он не ведется на рекламу, я уже замучился это слушать. Мне каждый раз, кому я не говорю, что ты, блин, животное и рациональное существо, что ты не понимаешь своего поведения, он говорит, нет, я не такой, все мы ролевые, все мы все определяем на 100%. И именно благодаря этому убеждению, компании зарабатывают триллионы, и они нам говорят, ты управляешь своей жизнью, да, касавчик, купи Харлей, ты свободный, да. И потребитель всегда жертва. Другой вопрос. Чем эта жертва жертвует? И когда вы этот вопрос зададите, поймете, что ничем потребитель получает то, что он хочет. Он хочет казаться крутым с БМВ. Он хочет казаться, заботимся о себе, покупая продукты питания, там, с низким содержанием сахара и для фитнеса. Он хочет казаться сексуально привлекательным, надевая лопутены. Он этого хочет. Бренды дают ему то, что надо. Нету манипуляций. Да, поверили? Хренс 2. Манипуляция есть не на уровне, купи ту упаковку или купи сю упаковку. Хотя и там есть, но там минимально. А на уровне, что ты вообще в принципе считаешь, что тебе надо покупать. На уровне формирования системы ценностей в человеке. Вот если твоя система ценностей полностью тебя устраивает, ты ее проанализировал, ты понимаешь, что да, это система ценностей и есть та личность, которой я хочу быть. Если оно так, так покупай себе все, что угодно. Хоть в деньгах плавай, если это есть ты. Но если ты один раз утром просыпаешься, и вокруг тебя окружает чужая жизнь, если твой Porsche Cayenne тебя не заводит, если твои сисястые любовницы тебе опротивили, и ты смотришь в зеркало, и там какой-то чужой человек, то, братишка, надо винить не бренды, блин, в этом, а вот эту бошку, в которой не было мозгов. Продолжение следует... Продолжение следует...